Двигаемся дальше, с локтями мы разобрались. Самая главная, самая масштабная тема – это плечи. Вы это заслуживает отдельного мастер-класса, но тем не менее будем в пикатуре. Плечи стоят, это тогда, когда здесь ровная линия. Ты что, можешь снять? Прошу тебя, потому что на них плечах надо показывать. Все, все отлично. Плечи, они в инстаграме, у меня на прошлом мастер-классе спрашивали, я делала вопрос, чтобы извести меня и спрашивали, в чем разница между двумя и двумя и двумя. Давай сделаем. Вот здесь не может быть никаких вариантов. Линия тут просто ровная. Можно, кстати, еще больше поговорить, но не у плечи. Обратите внимание, как она расслабляет плечи, она делает вот здесь вот натяжку. Плечи и таз связаны. Чтобы оставить плечи, таз нужно отвести вон туда. То есть, по сути, самый простой, доступный, понятный способ поставить плечи, это вот этой части вот ты сделаешь. Вот так. Вот такое движение. Красиво. Поэтому всегда мы работаем с новичками. А мы не можем начать работать с новичками с кривыми плечами. Потому что это самое-самое главное. Если плечи не остановится, нет смысла работать на стойке на руках. То есть, это самое-самое лучшее, самый азык. Чтобы проверить, насколько будем, собственно говоря, ученик стойки на руках, насколько мы будем готовы плечи, то можно распределять на руках. Я прошу сделать вот это вот упражнение. Если здесь линия получается, вот тут, то все отговорки о том, что ой, у меня там анатомически я не могу делать стойку на руках. Потому что часто бывает такое, вот приходят и говорят, у меня анатомически такое плечо, что я не могу правильно стоять на руках. Мы так становимся, а там еще раз провал такой, то есть с огромным запасом. Тем не менее, в таких пару случаев будет, когда действительно просишь человека поднять руки, вот, а можешь выше, вот. И тогда да, но оно благополучно растягивается. Тем самым упражнением вот так вот, и просим, мы качаемся, упрекляемся. Это называется тоже инструктором. Потому что иногда ученик приходит с конкретным запросом за то, что в этот день я говорю, что учитель меня стоит только, а плеч там нет. Поэтому тут важно просто донести важность всего этого. И примерно, ну, наверное, за месяц их можно более-менее довести до такого состояния. И есть то положение, с которым мы начинаем работать со всеми новичками. И сейчас мы его тоже сделаем. Мы начинаем, главное, перемещаться в стиле, потому что все уже следующее у нас будет идти возле стиле. С той там группировки, помня про то, когда давят пальцы, как двигаются до локти, и как ставятся плечи. Я хочу, чтобы вы нашли, кстати, здесь. Ну, проект, этот вот подоконник ЧИТИСК. Это вообще из-за ледоного. Это только за него. А кому-то даже не нужно вот так усыпать. Спасибо. Спасибо.